Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Сегодня 9 августа, и сегодня память святого великомученика и целителя Пантелеймона. По-моему, прекрасный повод поговорить о том, как церковь объясняет причины и суть болезни, как ее нужно воспринимать, как нужно правильно ухаживать за больным. Об этом, обо всем мы сегодня поговорим с нашим гостем и романахом Герасимом Вертеем. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! С праздником! С памяти святого великомученика! Батюшка, вот наверняка и вам, так же, как и мне, часто задают вопрос. Особенно если человек сталкивается даже не со своей болезнью, а с болезнью близкого, которого априори мы воспринимаем субъективно. Он хороший, добрый, замечательный, но вот заболел. Приходят и спрашивают, часто задают вопрос именно такой, за что? Как мы можем отвечать на такой вопрос? Потому что с этого все начинается, с правильного восприятия болезни. Она за что-то, она почему-то нас посещает. Вот какова суть данной проблемы? Да, это очень важно, чтобы понять за что, почему и для чего. Тоже немаловажно для чего. Существует в народе такое мнение, что все болезни подаются за грехи. И это действительно так, но не только. Действительно, Господь может послать мне болезнь в качестве научения и для вразумления. Предположим, я живу неправильно. И как любящий отец, он обращает ко мне такое вот предупреждение. Так дальше не надо, это приведет к тебе к побибели. Это ты себе испортишь жизнь и временную, и вечную. Точно так же, как любящие родители, когда у них ребятеночек хулиганит, они сначала один раз ему скажут, сначала по-доброму, потом второй раз менее по-доброму, потом третий раз, может, даже уже чуть-чуть повысив голос. А если совсем хулиганит этот мальчик, то любящие родители, они поставить могут даже в угол его, для того, чтобы он понял, что эта модель поведения может привести к проблеме. Какой проблеме? Ну, ребятеночек сам себе может даже убить или повредить. Поэтому любящие родители не просто уговаривают и все разрешают. Мама, я хочу 27 порцию мороженого. На тебе 27 порцию мороженого. Ну, не бывает так. Любящая мать так не поступает. Она скажет, нет, сейчас ты хочешь одного, а надо другого. Именно таким образом Господь управляет и в нашей жизни. Если Он видит, что мы поступаем неправильно, наша жизнь расходится с теми путями, которыми Господь призывает нас идти, путями благословения жизни вечной, то Он может сначала нам послать человека, который нас вразумит, словом, предположим. Или события, которые в моей жизни появятся, которые можно понять, что вот так не надо дальше двигаться. Но если я не понимаю, как приведенный мной выше, пример с ребенком, Господь может использовать и более жесткие методы воздействия. Не потому, что Бог зол на меня, а потому, что это педагогическая мера возвращения меня на путь спасения. Именно поэтому, например, святые отцы нашей церкви к болезни относились как к вразумевляющему. Наказание от слова наказ, то есть урок. Это к чему-то вразумляющему, наказывающему. Однако надо понимать, что часто за грехи наши подается нам болезнь. Именно поэтому мы, например, в таинстве соборования, это особенно таинство церкви, которое совершается над болящим человеком. Когда вот мы просим у Бога простить наши грехи и вернуть нам здоровье. То есть излечить нас, поднять от адра болезни и вернуть, так сказать, в строй, чтобы ходить ногами по путям Господним. Однако не только за грехи подается болезнь. Это крайне важно. Если случается так, что среди нашего близкого или даже дальнего случалась беда, вот сразу прийти и показать ему пальцем, сказать, ты грешник, вот поэтому Господь тебя наказывает. Это недопустимо. Это неприемлемо. Надо внимательно разобраться, в чем причина. Потому что я бы выделил четыре причины появления болезни. Первую я уже озвучил. Она достаточно часто бывает в нашей жизни, потому что нет никого, кто без греха. Только Господь наш. Иисус Христос безгрешен, но его именно поэтому и убили злые люди. Точнее, искали их убить. Умер он по своей воле на кресте за наше спасение. Второй аспект. Это, опять же, мы должны обращаться к Писанию Святому. Мы видим на страницах Евангелия такой эпизод. Господь наш Иисус Христос со своими учениками проходит мимо храма. И видит, что сидит на ступеньках, а слепой от рождения. И Петр, наиболее такой любимый ученик Иисуса Христа, такой вспыльчивый, такой пылкий, горячий человек, восклицает Господи, а кто виноват, что он родился слепым? Он или родители его? То есть, здесь сразу такой вот древний иудейский такая парадигма выстреливает, что если он страдает от рождения, значит, кто в этом виноват. Значит, где-то был совершен грех. Но если он родился слепым, значит, он не мог сам совершить грех. Ну, не в утребе же матери. А если родители виноваты, может быть, они виноваты? Но Господь говорит, нет, это не он, и не родители его. Это случилось для того, чтобы на нем являлись дела Божьи. Я хочу сказать, что родители, конечно, могут повлиять на своих детей. У пьяниц, у семьи пьяниц или наркоманов большой шанс рождения больных детей. Это генетика, это естественно. Если человек не занимается, если родитель не занимается специальностью своих детей, у них тоже могут быть проблемные дети. Это уже педагогика. Но в собственном смысле слова дети не несут вины своих родителей. Об этом четко и неоднократно. Даже в Ветхозавете написано. Восемнадцатого от Езекииля. Читаем вся глава об этом. Или тридцать первого от Иеремии. Четко, что ты совершаешь грех, ты несешь ответственность за грех. Родители свои грехи сами отвечают. Ты не в ответе за своего отца или за своего сына. В Новом Завете это так. Однако же, что это значит? Он родился слепым, чтобы на нем явились дела Божьи. Дело в том, что не только в тот момент, когда он его сделал здоровым и открыл ему глаза. Вот это только дела Божьи. Дела Божьи могут быть еще и в другом являться. Например, родился ребятеночек с синдромом Дауна. Или какими-то другими врожденными патологиями. Что значит? Это значит, родители, а также братья и сестры этого солнечного ребятенка должны помогать ему. Оказывать любовь по отношению к этому человеку. Милосердие на нем проявлять. Будет много испытаний, но преодолевать эти испытания, не отчаиваясь, не расстраиваясь, не озлобляясь. И вот это и есть дела Божьи, которые являются на этом человеке. Православные добродетели, в которых человек упражняется и возрастает для того, чтобы и ребятеночек болящий, и его близкое окружение через это помогут войти. Ну, в такие моменты, батюшка, часто, я прошу прощения, что перебиваю, слышат такой ропот все равно. Конечно. Ропот, причем даже чаще, ну, я думаю, что и в вашей практике это было, ропщат не родители, не братья и сестры этого ребенка, а в принципе какие-то сторонние соглядаты, которые смотрят и вопиют к справедливости. Ну, хорошо, то есть, ну, для чего, чтобы научить братьев, сестер, родителей о ком-то заботиться, нужно страдание, ну, получается, ни в чем не виновного человека. Нет ли в этом какого-то, прости меня, Господь, да, самодурства, вот, как говорят люди, вот, сторонние, да, то есть, ну, а зачем? Неужели, ну, попался бы им на пути какой-нибудь там котенок со сломанной лапкой, вот бы научились заботиться, выходили бы. Для чего нужно человека, личность, вот, помещать в такие вот, ну, тяжелые условия? Ну, здесь мне вспоминается последняя, предпоследняя глава книги пророка Иова Многострадального. Где-то был, когда Господь говорит ему, где-то был, когда я зажигал звезды. Наши мысли не его мысли, мы не можем принимать решение за Бога. Он принимает, он создает мир таким и ситуации такими, какими-то иметь нужным. А информация о том, как правильный, как неправильный, значительно больше, чем у нас. Я хотел бы сказать, что вот любить котенка и помогать котенку – дело хорошее. Но когда мы начали отнеститься к животным вот так вот, антропоморфно, недавно, благодаря чему, благодаря христианству, христианство научило нас любить сначала человека вне зависимости от его социального статуса и цвета кожи. Ну, желательно, чтобы это было так, потому что все еще есть перегибы. Да, а потом уже распространило эту любовь и на братьях наших меньших. Я думаю, что люди, которые в свое время, хотя бы в школе, читали историческую хрестоматийные тексты, которые мы изучали на уроках истории, мы видели, что вот такой любви не только к животным, даже к людям, которые сейчас являются нормой, не могло, потому что мировоззрение было другим. Поэтому для того, чтобы мы начали относиться по-человечески к котенку или к собаке, которая вот там под дождем сидит голодная, брошенная, необходимо для этого было «ты две тысячи лет учиться любви к человеку». А как? Вот так вот. Господь вот именно таким образом распорядился. Третий момент, который тоже вытекает из вашего вопроса, он как бы продолжается в этом смысле, это история Иова Многострадального, о нем я уже вспоминал. Человек был здоров, богат, многодетен, успешен. Вот было у него все, что необходимо было иметь человеку 4 тысяч лет назад. Все было у него хорошо. А потом случается, что у него и имение разграбляют разбойники, и дом падает, задавив всех детей, и скот угоняют, и рабы разбегаются, и слуги его оставляют, и более того, болезнь его поражает от самых пяток до верха головы. И выгоняют его как прокаженного, а это кожная болезнь, по закону того времени его изгоняли из общества, сидит он на дороге под палящими ночами солнца, соскребает гноющийся своего тела каким-то скребком, и недоумевает, почему. Большая книга у Ивы, это 41 глава, очень такие большие главы. И вся эта книга наполнена вопросом, ну почему это со мной случилось? В этой книге, это библейское повествование, наградно говорится, что и он, и убитые мертвые его дети, они были праведниками, и жертвы приносили, и в Бога верили, и жили по закону. Но это случилось с ним. Почему? А вот для того это было нужно, чтобы наградить Иова больше. Дело в том, что надо понимать, жизнью здесь жизнь не кончается. Устремление христианина — это небо. Ищите прежде всего Царство Небесное и правды его. Остальное приложится. Если мы ограничиваем себя, закрываем себя и только вот жизнью этого мира, то значит мы не до конца поняли христианство, если вообще его пытались понять. Христианство — это религия неба, религия будущего, религия радости бесконечной. И поэтому в этой временной жизни Господь может предлагать нам разные испытания, преодолевая которые, мы возрастаем в чем? Во-первых, в доверии к Богу. Здесь очень важно не отчаяться. А мы возрастаем в терпении и твердости. Это важные добродетели. В первой главе Соборного послания апостола Якова в этом описано вообще странно. Для человека внешнего или непонимающего христианства. Радуйтесь, когда впадаете в искушение. Ну, в переводе на современный русский язык, когда с вами случается испытание. Радуйтесь. Потому что преодолеваете испытание, а вы получаете награду. Ну, совсем уж примерно, совсем упрощу. Звезду-героя не дают штабному писарю, который ни разу пороха не нюхал. А дают герою, который действительно совершает нечто невероятное. Но в отличие от военных действий, Господь никого не бросит на передовую, если он не будет в нем уверен, что этот справится. Этот потенциальный герой. Он может раскрыться как настоящий герой духа. И занять то место на небе, которое ему изначально, так сказать, приуготовлено. Есть у Павла такие слова. Разная слава на небе у Солнца и Луны. И звезда от звезды разнится в славе. Это значит, что у Бога есть святые разной святости, разной славы. Есть кавалеры, ордена. Да, разные, разные славы. Но Господь желает от нас, чтобы мы получили максимальную славу. Вот насколько я могу, Господь желает, чтобы я максимально раскрылся весь свой потенциал. А это значит, я не только должен лежать на диване, подобно замечательному бельку, тюленьему ребенку, смотреть телевизор и мечтать, какой я замечательный. Я должен реализовать свой потенциал другими способами. Диван у меня здесь не помощник. И один из этапов, вполне возможен, это испытание болезнью. Для того, чтобы выгореть в огне вот этого пламени, страданий, все мои наносные, ненужные, вредные, грязные привычки, страсти, грехи, идеи. Действительно, когда человек в болезни или в испытании, глупости реже идут в голову. И тем более совершаются. А в праздности здесь уже простор для испытаний. Ну вот будем считать, что вот я в роли такого родственника получил ответ. А теперь будет хотелось узнать, как себя правильно вести у постели сначала болящего. Если сегодня позволит время программы и умирающего в том числе. То есть вот я получил хорошо, я понял, батюшка, из-за чего болезни могут быть. Я понял, как их нужно воспринять. А теперь вот мне нужно вернуться к нему в комнату, к тому моему болеющему родственнику. Как мне с ним нужно говорить? О чем? Как вести себя у его постели? Сострадающему надо сострадать. Точнее, страдающему надо сострадать. Это лучшая помощь. С молящимся надо молиться. Это лучшая помощь. С радующимся надо радоваться. Это тоже нормально, да? Но мы сейчас говорим не о радости, а скорее о печали. И вот придя к человеку болящему, необходимо, конечно, ему сочувствовать. Потому что разделенная скорбь умножается. Точно как же разделенная радость увеличивается. Но тут вот большой вопрос. В чем это проявляется? То есть подкидывать, например, дровишек в топку уныния? Нет, конечно. Жалеть – это не наш выбор. Жалеют обычно жалких. Даже вот заметьте, что в русском языке не случайно эти два слова находятся рядом. Жалеют, я не знаю, котенка беспомощного, ребятеночка, который бегал, бегал, коленочку ушиб, мама подула на него, погладила по головке и пожалела. Человек уже сознательный, взрослый, он не в жалости нуждается, а в поддержке. Ну, сказать, что Бог никогда не оставляет искреннюю молитву без ответа. Но другое дело, что он дает нам только то, что нам нужно, а то, что нам не нужно, не дает. И не всегда бывает, что здоровье – это нужное. Человек может всю свою жизнь болеть. Но это не значит, что Господь безответен. Он может и укреплять, и утешать, и посылать людей, которые помогут, и события, которые человека приобретают в другой контекст. Зачастую это бывает, что больные люди в своих страданиях лучше молятся и ярче видят этот мир, чем люди, которые находятся в праздности и в здоровом состоянии. Вот если мы посмотрим письма, которые писали из мест заключения наши новомученики российские, А там же не просто они сидели в тюрьме, как вот Брейвик сейчас в шведской тюрьме сидит. Это же были совершенно бесчеловечные условия. Это же болезнь косила их сотнями. И они пишут, я никогда так, например, святой Иларион Троицкий. Я никогда не молился так, как в славянской тюрьме. Почему же? Ну, потому что Господь отвечает на молитвы молящегося, тем более находящегося в нужде и в страдании. Здесь надо молиться. Да, что надо еще? Ну, надо попытаться заглянуть в себя и вот первую причину, о которой мы говорили, попытаться устранить. Вдруг она все-таки, вот причина моей болезни, это моя греховность. Может быть, все-таки надо изменить мою жизнь, когда она отступит. Ну, конечно же, если, например, человек много и сильно пил и отморзил себе там ногу или руку, она вырасти заново не сможет. Но это не значит, что Господь не сможет изменить жизнь такого человека, который откроется Богу и скажет, что все, я понял. Это испытание, в которое я сам себя ввел своими грехами, послужило мне наукой. И, значит, мой путь в другом. Пускай без ноги или без руки, отмороженного носа, но сделать выводы. Помогать надо именно вот с общей молитвой. Это очень важно. А также хорошо было бы в болезни вспомнить о человеческом предназначении. Мы сейчас панически, мы живем в обществе, которое панически боится смерти. Вот только-только я чихать начал, температура 37,7, я уже думаю, все, я умру. Да, конечно, умрешь. Да, ну не сейчас, может быть. Может быть, через несколько десятков лет. Но, однако, цель человеческой жизни – это его посмертное бытие. Прежде всего, ищите Царство Небесное и правда его. И остальное приложится. Остальное – это не самоценно. И поэтому, когда приходит болезнь, большая или малая, страдание, то, значит, надо задуматься, а зачем я здесь живу? Есть, петь и размножаться, как котики сегодня вспоминаемые. Или все-таки моя какая-то другая цель? А моя цель – возрастание в любви к Богу. Моя цель и… Куда меня приглашает Господь? Это бессмертие и слава блаженства. И вот, хотя бы чуть-чуть. Но если это будет осознание, то, значит, надо будет делать выводы. Молиться, совершать добрые дела. И больные, даже умирающие, зачастую могут помочь тем, кто к ним приходит, больше, чем те, кто приходит. У нас совсем немного времени осталось, батюшка. Если коротко, тоже часто задают такой вопрос. Вот родственнику поставили смертельный диагноз – рак, например, или еще что-то. Но самому родственнику пока еще не сказали. Нужно ли об этом говорить человеку? Если да, а скорее всего да, то в каких словах как-то лучше донести до человека? Ну, во-первых, надо сказать, что не говорят обычно потому, чтобы человек не впал в уныние, в отчаяние, не возненавидел себя и не попытался наложить на себя руки. Такое часто бывает. И поэтому я думаю, что человека неверующего, да, здесь надо быть крайне аккуратным. Но если человек верующий, то скрывать от него – это, ну, странно. Более того, что всякая неправда есть грех. Говорит апостол Павел, дополняет, возмездие за грех – это смерть. Поэтому мало того, что и так кто-то умирает рядом, так ты еще, совершая грех вранья, и на себя такую же участь призываешь. Однако же, как сказал в свое время замечательный американский писатель Марк Твен, правда такая вещь, которую подают аккуратно, как швейцар-пальто, а не бросают, как мокрую тряпку, в лицо. Поэтому с правдой надо быть аккуратным, аккуратным. Однако сказать надо. Для какой цели? Господь дал время умирающему не просто так. Это время крайне ценно. Оно дороже золота многократно, потому что золото за порогом спрятать ничего не стоит. А последние месяцы, дни, даже часы – это крайне важное время. Это время для того, чтобы положить начало покаяния. Спасибо большое, отец Герасим, за сегодня такую глубокую, на самом деле, беседу. Резюмируя нашу сегодняшнюю встречу, в принципе, хочется еще раз для наших телезрителей подчеркнуть главные моменты нашей беседы. Болезнь посылается в силу разных причин. И, наверное, все-таки мудрый человек не будет копаться в сторону вопроса «за что и почему?», будет задавать вопросы правильно «для чего мне?». Действительно, это посылается как некое испытание. И очень важно понять, что болезнь – это как некая декорация, на фоне которой, на фоне которой, на фоне этой декорации высвечиваются для Бога каждый в отдельности. Тот, кто несет болезнь, как он ее несет, смиренность, с терпением, с любовью к Богу, с пониманием того, для чего это все послано. Для тех людей, которые за ним ухаживают и так далее. С вами мы сегодня, возлюбленные во Христе, прощаемся. И, надеюсь, сегодняшняя беседа для вас была крайне плодотворной и полезной. Храни вас Господь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»